Привет! Как дела? У нас хорошая новость. Мы взяли нового члена семьи. Знакомьтесь, это Челси. Челси, помаши. Вот такого члена семьи мы взяли себе домой. Помните, я рассказала, что мы берем собачек из приюта, так вот мы искали в группах ВКонтакте приюты и смотрели, какие там есть собачки. Кроме того, мы съездили в приют на Ржевке. Об этом я тоже буду отдельно рассказывать. Там сейчас я, так скажем, немножечко волонтерию создала в ТикТоке аккаунт и показываю всех собачек и кошечек, которые там сейчас живут и ждут своих хозяев. Ну а сегодня рассказ про вот это вот животное. Оно у нас сегодня сонное, потому что за окном пасмурно, но вообще она очень активная девочка. Просто набегалась и устала, да? А еще она очень похожа на Пеппа. И шерсткой такая же гладкая, такая не черненькая. И по характеру, и какие-то повадки тоже очень много всего. Прямо напоминает мне Пеппу. И у меня такое впечатление, что вот в нее дух Пеппа вселился. Или сестричка Пеппе. Да? Да, вот такие вот. Ай, больно? Итак, Челси была привезена из Абхазии в Санкт-Петербург. Есть такая группа, которые привозят собак из Абхазии. Там их очень много сейчас бездомных. И вот девушки занимаются перевозкой, а также передержкой и пристройством вот этих вот собачек. И так как мы искали маленькую собачку, с большой нам очень тяжело с мамой вдвоем таскать, если вдруг что случится в ветлечебницу. Мы не в состоянии, машины у нас на данный момент нет. И мы решили поискать подольше, побольше, но взять маленькую. И вот такую вот маленькую мы и взяли. Челси в девичестве была Джинджер. Джинджер, ну в смысле, ну, рыжая. Но так как маме было некомфортно произносить слово Джинджер, мы решили поменять ей имя. Девчонке всего лишь один год, ну может быть полтора, точно не определили. И она в принципе не так сильно привыкла к этой кличке. И сейчас вот уже четвертый день она у нас живет и уже привыкает к кличке Челси. Ну, Челси вы сами знаете почему. Во-первых, это мой любимый лондонский район. Во-вторых, любимый футбольный клуб. Ну, а в-третьих, слово красивое, почему бы нет? Мы еще не встречали собак к кличке Челси. Поэтому мы будем особенными. Ну так вот, эту куклу мы съездили, посмотрели в прошлое воскресенье. Там она была пристроена у двух девушек на передержке. И нам дали время подумать. Нам сразу ее просто так не отдали. Поэтому в следующее воскресенье нам привезли ее домой. Посмотрели условия проживания этой собачки. Заключили договор. Все там по договору мы должны исполнять. Дали нам паспорт. У нас есть даже заграничный паспорт. Все прививки сделаны. Стерилизована она. И, как вы рассказали, когда делать прививки, какие прививки. Ну и вообще, как ухаживать за собакой. Ну, в принципе, мы и так знаем, как ухаживать за собакой. И вот, когда мы ездили в первое воскресенье просто ее посмотреть, мы ходили с ней погулять. Я взяла сосисочки. Там постепенно ее подкармливала. И сняла всего лишь два ролика по полторы минуты. После этого мы еще съездили в приют Ржевка. Там посмотрели собачек. И я в приют Ржевка пообещала, что буду вести их в ТикТок. Поснимала там собачек и стала выставлять на ТикТок. Потом думаю, а почему мы Челси тоже не выставить? Мы ее уже точно возьмем. И вот ТикТок почему-то зашел. Видимо, ну, потому что там детишки смотрят в основном эти видеоролики. И собачки, и кошечки. Все это им интересно. И они прямо там лайкают, лайкают. И подписчиков сразу практически, ну, за пять дней у нас появилось в районе 150 на Челси. И 200 там уже почти 50 на приют Ржевка. Но о приюте Ржевка я попозже расскажу. Это отдельная история. Я уже там второй раз была. Тоже поснимала и пообщалась с кошечками и собачками. Ну, а о Челси мы очень сильно переживали. Думали, а вдруг нам не отдадут. А вдруг девочки передумают, которые на передержке ее держали. И решат оставить себе. Но в итоге она приехала домой и началось. Мы тут ей кучу игрушек вытащили. Она все начала грызть, раздирать и так далее. Бегает кругами туда-сюда. И, ну, просто как бы собака счастлива. Очень любит она гулять, но мы ходим с ней только на поводке. Потому что собака очень активная, практически охотничья. И любит за всеми охотиться и что-то нюхать и подбирать. Ну, примерно как Лера у нас была. Такая же, немножко дикая. Иди, иди, взялась. Давай, оп, оп. Вот ты моя куколка. Вот она у нас такая маленькая. Проснулась немножко? Проснулась. Вот. Что еще хотела сказать? Мы вот так с ней снимаем каждый день. По одному ролику выставляем на ТикТоке. Да? Да. И любим мы с ней играть и бегать, прыгать. Кушает она у нас в основном кашки с мясом или с печенью. Ну, в общем, не на сухом корму. Постепенно привыкает ко мне и к маме. И мы вот так вот ее балуем. Вчера я ездила, купила поводок, знаете, такой вытягивающийся. Зашли в магазин, посмотрели. Он, оказывается, стоит полторы тысячи такой. Я решила посмотреть на Авито и купила на Авито за 400 рублей. Так что у нас с Челси теперь есть отдельный поводочек. И мы ходим на поводке и также снимаем видео. Но, конечно, формат уже идет не горизонтальный, как мы обычно любим, а вертикальный, специально для смартфонов. Да, Челсюшка, покажись какая-то красивая. Вот такая у нас Соня сегодня. Соня, Соня. Соня, Соня у нас такая. Такая у нас красавица. Глазки у нее такие прямо человеческие. А вообще похожи на лисенка. Мы вот думаем, может быть, мы лисенка взяли к себе домой. Слишком дикое она у нас. Маленькое еще, да? Вот так. Вот так мы жив. А мы просто спим сегодня. Спим на ходу, на ходу, на ходу. Любим поиграть, да? В общем, вот такой вот у нас новый член семьи. Посмотрим, какая она вырастет. Красавица наша. И, в общем, я решила снимать с ТикТок ее жизни. Практически каждый день жизни будет на ТикТоке. И вот такая вот у нас будет история Челси. Так что, кому интересно, у кого есть ТикТок, подписывайтесь на наш канал на ТикТоке. Я оставлю ссылочку внизу. И лайкайте нашу мадемуазель. Нашу красавицу Челси. Ну, сегодня она у нас такая слоная, деделя, да? Мушоные, мушоные, мушоные. Вот такой лисенок будет жить у нас. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok